МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Управления сельского хозяйства Тандынского кожуна, в этом районе имеется больше 17 тысяч голов крупного рогатого скота, более 8 тысяч свиней, 47 тысяч мелкого рогатого скота, больше 7 тысяч лошадей, а также 3800 домашних птиц. За последние два года увеличение поголовья скота составило крупный рогатый скот на 156, мелкий рогатый скот на 143, лошадей на 137%. В этом году Тандынский кожун по плану должен заготовить 21 519 тонн сена. По состоянию на 18 августа текущего года уже скошено чуть более 19 тысяч тонн кормов, в том числе в личных подсобных крестьянско-фермерских хозяйствах и в сельскохозяйственных производственных кооперативах по 500 и по 800 тонн сена. В текущем году, в нашем году, для успешного прохождения зимнего солевого периода, в период 2021-2022 годов, при количестве скота 17 686 условных кулов, план заготовки сена 21 600 тонн, план закладки 1160 тонн. По словам главы крестьянско-фермерского хозяйства Козылтей, многодетной мамы Светланы Оржак, в местечке Карасу, Тандынского кожуна, прошлогодние запасы сена еще остались. Однако и в этом году необходимо заготовить достаточное количество кормов для скота. Опытная чабанка, которая трудовую деятельность начала еще в 70-х годах прошлого столетия, мать шестерых сыновей и троих дочерей и бабушка 35 внуков, как никто другой знает, что год коровы будет снежным. Слишком большое количество зимних осадков может принести немало проблем для животноводов. Животноводством я начала заниматься с 1977 года. Тогда была чабаном совхоза и проработала до начала 2000-х годов. А в 2006 году, когда создала крестьянско-фермерское хозяйство, у меня было около 100 овец и коз. В настоящее время, благодаря детям и внукам, держим больше 500 голов мелкого рогатого скота, более 200 лошадей, а также 50 коров. По итогам окотной кампании отставцы маток получили 100% молодняка. По результатам выжеребки кабалит смогли спасти и выходить 94% жеребят. После оттела 50 самок коров получили 50 телят. Кроме крупного и мелкого рогатого скота, мы содержим и уток, и свиней. Даже занимались разведением кроликов. Для того, чтобы содержать лучшие мясные породы кроликов, в прошлом году произвели забойное мясо этих домашних животных. Оставшуюся часть живых кроликов продали. Учитывая увеличение численности поголовья мелкого рогатого скота нашего хозяйства, в этом году мы решили достроить дополнительную пристройку для кошара овец. В общей сложности на 9 метров увеличим стойло для скота. Коз мы держим отдельно, потому что это многоплодные домашние животные. Часто дают потомство в виде двойни, поэтому им понадобится дополнительная прикормка. Сено мы заготавливаем в местечко Байдак, недалеко от нашей летней стоянки. Потребность для скота на всю зиму примерно 500 тонн. А 150 тонн сена каждый год уходит на покупку горячесмазочных материалов и на другие нужды чабанов. В настоящее время в подсобном хозяйстве большой и дружной семьи ветерана труда Светланы Оржа, помимо мелкого и крупного рогатого скота, имеются куры, гуси и свиньи. А гордостью чабанской стоянки, несомненно, являются пять табунов-лошадей, среди которых есть и лучшие скаковые и ездовые жеребцы. Лошади пасутся среди деревьев в верховье болгазинского соснового бора. В прошлом сотрудник пожарной охраны, а ныне успешный чабан Байлак Кулар, с 2008 года ведет личное подсобное хозяйство в местечке Тишенко, в сумоне Болгазин-Тандынского кожуна. В настоящее время он уже имеет больше тысячи голов мелкого рогатого скота. Как отметил животновод, за последние шесть лет поголовье овец и коз смог увеличить с верным помощником, младшим сыном, учеником четвертого класса Айдысом Куларом, которому дали прозвище Чазый Жадный. Прежде чем приступить к животноводству, мы с супругой сначала приобрели 50 голов ягнят, держали их на чабанских стоянках у родственников. А после выхода на пенсию в 2015 году я начал серьезно заниматься этой нелегкой работой. А чабанскую стоянку мы построили в 2008-2009 годах. Пока собирали документы на разграничение границ чабанской стоянки, некоторое время кошара и зимний домик для пастухов пустовал. «Животноводство – это трудоемкое занятие. Я провожу отел в теплое время года в конце апреля-вначале мая. Приплод, который я получаю в это время, плавно переходит на летнюю сочную траву, быстрее сможет набрать вес и силу. Моим верным помощником по хозяйству остается младший сын Айдыс. Он действительно прирожденный чабан. И ночью, и утром сможет услышать лай собаки, а иногда шаги незнакомых посторонних людей. Шести лет научился ездить верхом на лошади самостоятельно пасти скот. В этом году по результатам оконной кампании мы получили от 350 овцематок, около 470 ягнят или от 100 голов смогли защитить 130% молодняка». И в то же время у куллеров есть и проблемные вопросы с регистрацией прав собственности на земельный участок. По словам супруги животновода Баяны Кулар, по данному вопросу она неоднократно обращалась в администрацию Тандынского кожуна в Минсельхозреспублике, но пока однозначного ответа не получила. С 2008 года обиваю пороги различных руководителей суммонного, кожунного, даже республиканского уровня, но пока не получила ни одного конкретного ответа. С 2008 по 2021 год не могу оформить земельный участок нашего крестьянско-фермерского хозяйства. С тех пор прошло 13 лет. Последний раз в этом году обращалась к председателю администрации Тандинского кожуна. Он тоже обещал помочь. До сегодняшнего дня вопрос остаётся открытым. Мы очень надеемся, что руководство кожуна, сумона поможет решить нашу проблему. Успешному чабану Байлаку Кулару необходимо принимать участие в государственных программах на приобретение техники строительства и модернизации объектов сельхозпроизводства, развитие хозяйства, открытие новых постоянных рабочих мест, считает его брат Мерген Оюн. Мой двоюродный брат Байлак Кулар трудовую деятельность начал в совхозе имени Хамушку Чургойола в Тескемском кожуне. С 95-го года работал чабаном Тандинского кожуна. С 97-го года стал начальником караула пожарной части. А с 2008 года руководителем крестьянско-фермерского хозяйства. Он сумел увеличить поголовье скота до 1000 голов. За добросовестный труд и достигнутые результаты награжден дипломом чемпиона на дома 2020 года. Сейчас у меня одно желание, чтобы мой брат участвовал в таких государственных программах, как Агростартап, которая дает возможность приобрести участки земель сельхозназначения, переработку сельхозпродукции, приобрести и построить объекты, а также трудоустроиться безработным гражданам. Всего в Тандинском кожуне 139 чабанских стоянок. Из них 62 крестьянско-фермерских хозяйства, 77 личных подсобных хозяйств и 2 сельскохозяйственно-производственных кооператива. В 2021 году построено 17 новых чабанских стоянок, в том числе 8 по губернаторскому проекту Каштаг и 9 чабанских стоянок ЧАА-40. Для организации водопоя животных имеется 22 скважины. Большая часть чабанских стоянок находится вблизи естественных водоемов. Редактор субтитров А.Семкин